всем привет добро пожаловать на мой канал девочки видео будет для вас если кому то будет интересно сегодня снимаю видео по запросу и запрос был такой с ними пожалуйста видео про свою косметику я вообще человек который в этом не особо разбирается и про фан скажем так раз такой запрос поступил я с удовольствием сниму это видео надеюсь она получится коротеньким может быть она кому-нибудь даже и понравится ну что поехали вся моя косметика почти ну основная часть кирилл тут будет немножечко мешать вся моя косметика почти хранится вот в такой вот сумочке от glamour back решил оставить себе эту сумочку потому что она довольно большая и туда уместилась все мое добро отдельно у меня лежат только кисти такие которыми я редко пользуюсь и вот такая вот палетка от летуаль selection вот об этом попозже давайте сначала начнем с туши у меня в моем арсенале три туши вот такие одна от фирмы белорусской лакшери вот так она выглядит она мне очень нравится у нее силиконовой кисточкой и она сейчас кстати вот на моих глазах короче она делает мои ресницы заметными особенно если с двух сторон прокрасить то вообще просто идеально хорошо их разделяет окрашивает короче все что мне от нее требовалось она исполняет эту тушь я купила ваша никогда что это такое вот waterproof маскара экстрим волиум это от лавель маскара я даже не знаю что это за фирма такая короче вот так тушь выглядит я ее купила когда была в ашане мне надо было быстро накрасить накраситься в принципе она меня тоже устраивает у нее тоже силиконовая кисточка посмотрите как она выглядит поэтому из бюджетной косметики она меня даже устраивает единственное немножечко когда красишь и надо долго вот так глаза держать иначе вот здесь все отпечатается и третья тушь она мне досталась вот в этой гламур бэк как раз которую вам показала это тушь от divash youtube your lashes вот так вот она выглядит она у меня просто лежит она мне не нравится во первых потому что у нее не силиконовая кисточка она такая огромная и у меня ресницы не получается ей нормально прокрасить и кстати напишите может быть кому то нужно но у меня просто так лежит она годна до мая 2018 года и вся она полная и кстати она смывается теплой водой очень легко с тушью это все дальше хочу вам показать заказывала такую палетку корректоров вот такая у меня немножко грязная заказывала с алиэкспресс за 300 рублей к ней прилагалась кисточка сейчас я не покажу она у меня там находится так как я редко пользуюсь делаю вечерний прям такой макияж редко пользуюсь корректорами на меня полностью устраивает как человека который этим редко занимается и в принципе очень такой хороший эффект дает даже я не профессионал да там и не любитель даже я просто вот крашусь придется и все да не улучшаю свои навыки скажем так и у меня моей непрофессиональной рукой получается сделать нормальное контурирование вот с помощью этой палеточки по поводу теней у меня вот несколько палеток из h&m это мне подарила сестра видите черная палеточка но она мне она в принципе хорошо пигментирована но она мне нравится тем что она сильно опадает но я говорю может быть это я как-то неправильно крашу так она меня в принципе очень устраивает красивый с ней макияж получается видите какие цвета матовые я люблю матовые оттенки они глянцевые две у меня такие палетки от летуаль лепа резин вот так они выглядят это уже старая первая моя вообще палетка которую я училась делать с мойки айс она такая видите все таки блестящие у нее здесь оттенки и вторая палетка я ее купила сравнительно недавно но еще особо не пользовалась вот такая но она мне в принципе особо не особо она мне как-то нравится потому что у меня появились палетки матовых теней до этого я в принципе даже не видела их еще одна палеточка от белорусской фирмы лакшери вот так она выглядит извините кисточка упала вот видите я про нее снимала уже она очень сильно опадает с глаз но мне очень нравится вот этот матовый у нее вот этот вот оттенок я постоянно именно этим цветом подкрашиваю под бровями и в уголке глаза ну не знаю почему мне очень нравится почему-то эффект от вот этой части тени это косметика кстати бюджетная лакшери очень вот это вот микронизированный компактный экватор тени для век номер 673 если кому-то интересно здесь зеркало идет как я уже в видео показала у меня недавно появилась вот такая вот палетка атлетуаль теней сейчас вам ее покажу купила ее просто мне нужно было много цветов а здесь смотрите сколько представлено конечно это косметика одна из самых дешевых но в принципе они устроены сейчас мне глаза накрашены вот этой палеткой и здесь есть как матовые так и глянцевые цвета плюс эта палеточка открывается посмотрите здесь у нас блески для губ и румяна да для и контурирование тоже есть вот но в основном конечно я ей тоже сейчас редко пользуюсь потому что я вообще сейчас редко тенями пользуюсь в основном только карандаш и все с минуточку меня ребенок убежал тенями это все теперь хочу вам показать насчет пудры пудры я пользуюсь до этого у меня была маковская пудра мне муж не дарил сертификат в мак и после этого я после того как я один раз попробовала косметику мак мне понравилось я периодически там стала покупать разные вещи сейчас мне закончилась пудра мак где-то не помню сколько времени назад и у меня не было возможности поехать в магазин в мак за пудрой тем более не прям уж она меня так конкретно устраивала не знаю почему может быть надо как-то хорошо обрабатывать кожу перед тем как наносить пудру не знаю но короче пришла я опять же в ритуаль который почему в ритуаль потому что это единственный магазин московском находится по близости косметики поэтому с ребенком когда у меня нет машины единственный магазин куда могу прийти короче купила там от литуаль вот такие вот вот такую крем-пудру для лица двойного действия 313 оттенок у меня она меня очень устраивает она мягенькая не скатывается у меня на лице по крайней мере ведь я уже почти и все и здесь такой спонжечек для спонжика отдельно место для хранения принципе вот это косме и вот эта серия литуаль до косметики я не знаю как вот это называется аккорд мейдж мейер там пудре дубля кор косметика вот это литуаль она меня в принципе устраивает это очень хорошая замена там дорогой косметики если нет возможности купить дорогую косметику от мак у меня остались вот такие румяна они мне подходят они мои любимые посмотрите я очень часто пользуюсь вот румяна я еще как только они у меня закончится точно такие же куплю в мак они меня полностью устраивают цвет приятный такой посмотрите и очень хорошо на кисть наносится и хорошо я ими кстати часто делаю контурирование вот этих вот своих скул которые мне нашла моя сестра и показал где вообще мои скулы и как их контурировать и так далее вот я пользуюсь такой вот палетчиком воду кистей у меня есть две мои основные кисти которыми постоянно пользуюсь вот такая у меня кисть она сильно набита такая со скосом очень легко ей прорисовывать свои скулы и она хорошо взаимодействует вот с этими румянами от мак она мне очень нравится не скажу что за фирма но а вот профессионал написано но тоже уже видите все стерто потому что я очень часто пользуюсь покупала я ее также в летуаль и вторая кисточка который мне очень нравится тоже в летуаль покупала японская 218 номер этой кисти вот такая растушевочная кисть ею я в основном пользуюсь для теней она мне очень нравится очень хорошо она отдает все цвета любые тени какими я бы не пользовался она с ними как скажем так скажем справляется по поводу бровей бровей уже третий раз я покупаю вот такой карандаш вот с такой щеточкой от риме лондон у меня оттенок браун 004 black brown вот теперь по поводу карандаша для век уже наверное это четвертый или тоже пятый карандаш для века он очень мягкий его очень легко наносить особенно если его конкретно наточить он прям идеально ложится на веки даже на такие как мои у меня наплывшие век и оно немножечко такой знаете расхлябанное не знаю как это объяснить то есть не хорошо натянуты поэтому она он очень хорошо прорисовывает линию заполняет вот это пространство которое около ресниц находится в 202 оттенке его и вам советую также мне в гламур беки попалась вот такая подводка жидко от люмене источкой она серебряная с блестками ей я пользовалась один раз на новый год я в принципе не люблю блестящее что-то мне больше подходит матовая спокойная яркая я не люблю по поводу помады я часто их вообще не крашу либо пользуюсь вот мне тут кучу надарили бальзамы для губ один ванильный и второй от мэйбеллен baby lips называется короче усиленное увлажнение либо ими пользуюсь они небольшой блеск создает губам не это в принципе достаточно очень редко я пользуюсь помадами первое что у меня какая у меня помада есть вот такая от гоши она также мне попалась в гламур бек кстати эта фирма мне понравилась по я бы еще заказала бы такую помаду но пока мне честно жалко денег на нее вот так она выглядит так как красная насыщенная у меня несколько видео есть с этой помадой также у меня видео есть про лукбук там где накрашусь на по-моему этой помадой как раз с алиэкспресс пришла мне вот такая вот помада бежевого цвета но она оказалась даже не бежевого а такого немножко оранжеватого персикового и она мне совершенно не идет плюс она сильно скатывается на губах короче это просто ненужная вещь валяется у меня здесь недавно я купила в двести втором оттенке тоже помаду от литуаль раньше я мне моя подруга дарила помаду от мэйбелин мне очень нравились такие бежево вообще я люблю такие спокойные цвета да там не яркие и так далее она мне подарила но к сожалению в литуале не было помад от мэйбелин а мне хотел что-то купить и короче я купила вот эту помаду вот в таком нежно-розовом цвете но если ее накрасить и немножечко не подсмыть то выгляжу я как немножечко найти раньше бабульки красили таким ярким розовым короче она мне абсолютно не идет если я чуть-чуть и создаю грубо говоря от оттеночек плюс сверху бальзам для губ вот тогда идеально выглядят и губы такие не пухленькие ну и напоследок а мой любимый биби крем от гарнир я им постоянно пользуюсь когда мне это требуется сейчас в основном конечно только пудрой и все меня полностью устраивает меня это после него ощущения что меня закупорено кожа или еще что-то он очень мягенький легенький цвет у меня light написано clear еще у меня в моей косметичке лежит за такая тачилочка от литуа для карандаша и она вся вон видите грязно я и часто пользуюсь надо ее сейчас не помыть везде у меня видите вот этот значок литуаля цветочек вот этот черный в принципе на этом все надеюсь девочка которая попросила меня снять такое видео будет довольна то что я его сняла и было интересно посмотреть и вам соответственно было интересно посмотреть когда-нибудь я надеюсь меня тема косметики привлечет намного больше я буду этим интересоваться заниматься там узнавать что-то новое а сейчас пока у меня есть много других интересов всем большое спасибо за просмотр надеюсь у вас все хорошо пока